Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев Вести Карачаев Владимир Путин сказал, что противостояние Россия ведет не с народом Украины, который и сам оказался заложником Запада. Результатом действий Запада стало разрушение украинской экономики и промышленности, разграбление природных богатств страны, социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. Особое внимание в своей речи президент уделил заслугам участников спецоперации. Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим и поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО. Российский лидер высоко оценил усилия руководителей субъекта федерации и мэров городов, которые постоянно предпринимают шаги для поддержки жителей. В связи с чем предложил учредить специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации погибших в ходе боевых действий. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное партизирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительства совместно с комиссией госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Президент страны предложил также с 1 января 2024 года провести дополнительную индексацию МРОД на 10%. Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОД проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести еще одно – на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Владимир Путин объявил и о важном шаге со стороны Москвы. Участие России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений временно приостанавливается. Глава государства указал на необходимость пересмотра условий договора с учетом ядерных арсеналов Франции и Британии и инспекции ядерных объектов США и России. Комментируя эффект от санкционной политики Запада, Владимир Путин отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития. Кроме того, президент России предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 млн рублей. Другие меры будут направлены на защиту вложений граждан в долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников. Дополнительные льготы предусмотрены для поддержки высокотехнологичного бизнеса. Глава Карачащики Сироши Тимрезова отметил, что послание Владимира Путина станет историческим. Его, несомненно, будут внимательно изучать во всем мире, потому что глава государства обозначил четкий контур внешнеполитического курса нашей страны, где интересы и безопасность России и ее граждан являются безусловным приоритетом для руководства страны. Президент подробно объяснил логику и необходимость решительных действий по защите интересов нашей страны, жителей Донбасса и Новороссии, и роль коллективного Запада в борьбе против России. Российская армия, в том числе и наши с вами земляки, жители Карачащики, действуют смело и решительно, четко понимая, за что они сражаются. Они защищают право новых российских регионов жить на своей земле, обеспечивают стратегическую безопасность России. Рашид Тимрезов сказал, что все послание президента базируется на идее объединения России, объединения человеческих, экономических, оборонных ресурсов, которые сейчас должны быть направлены на защиту России. Программа социальной газификации будет продолжена в России. Об этом сообщил президент страны в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Далее цитата. Газопроводы построены до границ 3025, а это 88% домовладений, из них 1489 фактически пользуются газом. Жители Черкеска подали 504 заявки, исполнено до границ земельного участка, заявители 437, и выполнено подключение 218. В зону проведения специальной военной операции по поручению главы Карачащики Сирошида Тимрезова отправились руководители администрации, главы и правительства Республики Муратозов и заместитель председателя правительства региона Евгений Поляков. Они передали бойцам очередной груз снаряжения и обмундирования, а также обсудили с военнослужащими, какая им необходима дополнительная помощь в обеспечении, как налажена связь с родными и близкими и другие возникающие проблемные вопросы. Представители регионального правительства побеседовали с нашими бойцами, поинтересовались, как налажена связь с их родными в Карачащике и не поступают ли оттуда какие-то тревожные сигналы, есть ли какие-то проблемы по выплатам. Кроме того, они передали нашим военнослужащим приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы, вещевое обмундирование и продукты питания. На передовую в составе груза также отправились пять сотен экземпляров спецвыпуска газеты «День республики», приуроченного ко дню защитника Отечества и посвященного землякам, участникам спецоперации. Солдаты и офицеры получили и более трех тысяч писем от школьников региона с добрыми пожеланиями и словами. Врачи и представители Роспотребнадзора по Карачащике встретились с журналистами республиканских средств массовой информации, чтобы в очередной раз довести до населения важную информацию. Полиомиелит, болезнь с летальным исходом. Общая задача для всех сейчас – это преодолев предрассудки принять ответственное решение в пользу необходимости вакцинации. Информацию комментирует главный санитарный врач Карачащикиси, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Бескокотов. Неиммунные к полиомиелиту дети могут заразиться и заболеть этой болезнью сами, а также обусловить вспышечную или эпидемиологическую заболеваемость среди населения республики. В создавшихся условиях единственная мера, гарантирующая предотвращение распространения полиовируса среди детского населения, является дополнительная иммунизация детей живой оральной вакциной против полиомиелита, сокращенно ОПВ, в виде капель. В исключительных случаях при иммунизации детей, не получивших ранее ни одной дозы полиовакцины, это дети трехмесячного возраста, дети непривитые по любой причине, в том числе отказники, необходимо использовать только инактивированную полиовакцину, это в виде инъекции. Если отказался, естественно, мы, это Министерство образования, совместно с медицинскими работниками, вопрос прорабатывается, если это можно решить в составе детского сада, в виде групповой изоляции, выделить какую-то группу, либо это в классе. Дело в том, что этот возраст подразумевает, сами понимаете, только первый, второй, третий класс, в основном дети. Дальше старшие классы уже вакцинации не подлежат, поэтому возможно выделение какого-то класса в отдельном здании, в отдельном корпусе или отдельном крыле, куда эти детишек все будут. Существует также возможность проведения дистанционного обучения, у нас сейчас очень много электронных средств, которые позволят это сделать. И в продолжение этой же темы. В республике в два тура будет проведена вакцинация от полиомилита. Планируется вакцинировать детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет, в период с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. При этом за месяц до начала первого тура дополнительной иммунизации медицинские учреждения республики прекратили вакцинировать детей, чтобы соблюсти необходимый интервал. Заместитель главного врача Черекесской городской детской больницы Изабелла Тлябичева подчеркнула, что вакцинация является добровольной и перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач-педиатр. Это тяжелое, опасное инфекционное заболевание, вирусное, которое поражает скелетную мышечную мускулатуру. И опасность еще тем, что паралично вступает не только мускулатура скелетная и гладкомышечная, но и паралич дыхательного центра, что, конечно же, смерть. Или понимание, что это за заболевание. Единственной мерой предотвратить является вакцинация. В республиканской прокуратуре составился круглый стол, посвященный итогам работы в сфере противодействия коррупции. В ходе заседания рассмотрены актуальные аспекты практики противодействия правонарушениям и преступлениям коррупционной направленности. Озвучена информация, упроводимая надзорным ведомством и правоохранительными органами региона о работе в сфере борьбы с коррупцией. Рассказывает старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмиру Баташев. За истекший 2022 год правоохранительными органами республики выявлено, зарегистрировано 214 преступлений коррупционной направленности. Вот если мы с вами проведем определенную параллель, посмотрим в динамик, то в 2021 год всего было выявлено 131 преступление. Таким образом, можем сказать, что динамика, она положительная в части выявления, около 63% где-то валируется. В части уголовных дел выявления и пресечения, возбуждено по фактам взяточества, возбуждено было 44 уголовных дела по фактам взяточества. В 2021 год 15 уголовных дел. Здесь у нас практически получается плюс 100% динамики. Ущерб, причиненный государству по оконченным преступлениям, у нас составил 198 миллионов рублей. По инициативе прокуратуры Зеленчукского района восстановлены права заявительницы на получение пособия и произведены выплаты на сумму свыше 55 тысяч рублей. Подробности у старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ общественностью Елены Дармаграевой. Прокуратура Зеленчукского района провела проверку по обращению заявительницы о нарушениях, допускаемых работниками государственного учреждения отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике. При рассмотрении указанного заявления был установлен факт неправомерного отказа в назначении пособия, в связи с чем прокуратура внесла представление в адрес руководителя пенсионного органа. В результате рассмотрения представления прокурора требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Заявительнице назначена мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия. Кроме того, произведен перерасчет денежных средств с момента неправомерного отказа и выплачена сумма в размере свыше 55 тысяч рублей. В республиканском центре на этот год в рамках национального проекта образования запланировано начало строительства нового корпуса средней общеобразовательной школы номер 6 Черкеска на 400 ученических мест. Его ввод позволит существенно сократить число детей, обучающихся во вторую смену в одной из старейших школ города 1957 года постройки. Пристройка станет одним из четырех объектов образования, возведение которых начнется в Карачао-Черкесе в этом году. Напомним, в этом общеобразовательном учреждении в текущем году начался и капитальный ремонт основного здания. Он проводится по программе модернизации школьных систем образования, в рамках которой также ведется ремонт третьей школы города. Всего на 2023 год в республике запланирован капитальный ремонт 19 образовательных школ. В Карачао-Черкесе после длительного снижения годовая инфляция незначительно выросла. Основное влияние оказала декабрьская индексация тарифов ЖКХ, что привело к росту расходов тепличных предприятий, медицинских клиник и арендодателей. Расходы тепличных хозяйств выросли после повышения в декабре тарифов на энергоресурсы. Дополнительные затраты на отопление потребовались также из-за более холодной погоды по сравнению с январем прошлого года. Свои издержки предприятия перенесли в цены, а в результате помидоры и огурцы в республике подорожали. Вместе с тем, за счет хорошего урожая зерновых культур прошлого года, скорректировались расходы животноводов на корма и затраты производителей изделий из пшеничной муки. В связи с этим снизился рост цен на мясную, молочную и хлебоволочную продукцию. Ситуацию комментирует Рауф Тугов, заместитель управляющего отделением Банка России по Карачао-Черкесии. В январе медленнее дорожала парфюмерия и косметика, повлияло снижение потребительского спроса. Благодаря увеличению предложения бытовой химии российского производства, снизился рост цен на моющие и чистящие средства. Вместе с тем, из-за ослабления рубля выросли годовые темпы прироста цен на обувь, трикотажные изделия, медицинские и электротовары. Индексация тарифов ЖКХ также сказалась на динамике цен в сфере медицинских услуг. Кроме того, подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир. При этом замедлился рост цен на телекоммуникационные услуги. Оказала влияние маркетинговая политика одного из операторов сотовой связи, благодаря которой снизилась базовая цена тарифных планов. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. По решению Совета директоров Кавказа РФ, который возглавляет вице-премьер страны Александр Новак, с 10 января по 14 февраля компания провела сбор заявок для участия в конкурсе на покупку акций управляющей компанией Архиз. На право управления горнолыжным курортом в Карачао-Чекесе претендуют две компании. После завершения конкурсных процедур с победителем будет заключен договор купли-продажи акций управляющей компанией и акционерное соглашение. Условиями торгов была определена начальная стоимость 100% акций управляющей компанией Архиз – 17 миллиардов рублей. Для участия в конкурсе было подано две заявки от общества с ограниченной ответственностью «Горные вершины» и акционерного общества «Партнерс Групп». В этом году международная историческая акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Она пройдет в пятый раз на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. Ну и последняя информация. В длинные выходные на курорте Архиз пройдут спортивные соревнования, праздничные развлекательные программы и масленичные гуляния. 23 февраля на центральной площади курорта Архиз в 11 часов стартует развлекательная программа с музыкой и конкурсами. С 12.30 до 14 часов на катке пройдут соревнования для всех желающих в хоккей и играют настоящие мужчины. А с 16.00 над курортом будут звучать диджейские сеты. 25 февраля праздничную программу курорта продолжат детские и семейные старты Архизенок. Участники от 6 до 14 лет и их родители посоревнуются в дисциплине с лаломбоны. В воскресенье 26 февраля гости Архиза смогут проводить зиму на традиционных масленичных гуляниях. С 11.00 и до конца горнолыжного дня на курорте будет звучать музыка. На центральной площади пройдет анимационная программа и костюмированное шоу. Кульминацией дня станет сжигание чучела масленицы. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике ожидаются облачные с прояснениями погоды. Местами осадки, снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду при порывах до 15-20 метров. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла и на дорогах местами гололедится. А в горах места минус 4, плюс 1. Сохраняется ловиная опасность. Порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду. В Черкесске небольшие осадки, дождь, мокрый снег, ветер западный 6,11 метров в секунду. При порывах до 15-20 метров столбик термометра поднимется до 7 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаева, Черкесия.